О чем говорят. Меня зовут Дмитрий Щеклов, это снова о чем говорят. Тарас Амбарский также на связи. Мы продолжаем. В предыдущей части мы поговорили про то, как у нас начинается коммерциализация общественных пространств в Сургуте. Первые четыре объекта торговли общепита появятся в сургутских парках и как это сделать правильно и зачем это делать. Так что посмотрите, если что, и предыдущий наш эпизод. Сейчас поговорим про авиацию. Итак, тут история пока что выглядит очень тревожной и печальной. Масштабные санкции, которые ввели и западные компании, и западные страны, приводят к тому, что российские авиакомпании фактически начинают терять свои самолеты, терять возможность обслуживать свои самолеты, терять возможность покупать комплектующие для своих самолетов и заменить их достаточно сложно и практически нечем. То есть у нас там есть какое-то количество сухих суперджетов, которые летают теоретически пока что сами, но неизвестно сколько это будет продолжаться. У нас есть потенциально новый самолет MS-21, который появится только в двадцать четвертом году и не раньше, а может быть и позже, с учетом того, что ему тоже нужны определенные технологии для строительства. И вот авиакомпания UTAIR в числе прочих попала под самые жесткие санкции, то есть у нас три авиакомпании под самыми жесткими санкциями это Aeroflot, Azure Air и UTAIR. Им запрещен даже реэкспорт комплектующих для их самолетов, что пока что это Боинги преимущественно, потому что это американцы ввели именно такие самые страшные санкции. То есть UTAIR хоть и сам обладает некоторыми технологическими мощностями по обслуживанию своих самолетов, то есть в принципе, как они сами в авиакомпании заявляли, обслужить свои самолеты они могут, но комплектующих оригинальных им доставать будет все сложнее и сложнее и возможно это будет в принципе нереально. Давай обсудим, что у нас будет с UTAIR в этом в этом разрезе, что в разрезе проблем UTAIR у нас будет еще и с Югрой, потому что для Югры UTAIR является ключевым перевозчиком, перемещаться внутри региона и вот между регионами соединяться как-то с другими. У нас преимущественно предпочитают UTAIR с некоторыми поправками, но он все-таки у нас лидер рынка. Плюс он еще ввозит нефтяников на месторождение. Я запросил у Андрея Мартиросова возможность интервью, ну жду, жду, как он отреагирует. Я думаю, сейчас ему конечно не доинтервью, потому что ситуация с отраслью и ситуация конкретно с возглавляемой им авиакомпанией, авиакомпанией UTAIR, она сложная, она наверное тяжелая и мы все понимаем, что кризис в авиационной отрасли в России, он пожалуй, что проявится раньше всех остальных кризисов. Ну вот экономист Сергей Гури на днях заявил, что частным авиакомпаниям в России просто придет конец, это надо понять. Они не смогут пережить этих санкций, ситуация тяжелейшая, она никогда не возникала ни в СССР, ни в России. Ну по разным причинам понятно, да, СССР обслуживал свой авиапарк собственными силами, потому что весь авиапарк в Советском Союзе, ну там на 98 процентов состоял из отечественной техники и соответственно отечественных комплектующих. А сегодня российский авиапарк на те же 98 процентов, наверное, состоит из импортных самолетов и пятерка ведущих авиакомпаний, куда входят ИЮТР, эксплуатируют самолеты преимущественно новые. Вообще, вот если взять тот же Аэрофлот, это одна из самых модернизированных авиакомпаний в мире, да, вот если по европейскому рынку смотреть, то у Аэрофлота срок, как это, ну не молодости самолета. Ну срок службы может быть один из самых низких. Да, 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 один из самых низких в Европе, там 4-5 лет, то есть это авиакомпания, которая летала просто на самых новых самолетах, там для сравнения, компания САС, да, на ее выше 15 лет срок эксплуатации самолетов, да, средний возраст самолета. Это не говорит о том, что это менее качественный самолет или более опасный, это говорит о качестве эксплуатации, как бы, но тем не менее, вот. И вообще, как бы, авиакомпанию ИТР, вот, которую мы знаем больше 20 лет, в 1999 году, по-моему, тот же Мартиросов заступил на должность гендиректора, тогда еще, авиакомпания Тюмени Авиатранс. Я напомню, она, авиакомпания Тюмени Авиатранс, просто валялась в руинах. Это было абсолютно растаскано, разворовано какое-то предприятие с дикими неплатежами, там зарплату не платили месяцами, если не годами. В общем, там все было настолько критично, что представить себе, что можно из этого коллапса экономического вытянуть авиакомпанию, вот, было невозможно. И тем не менее, вот, последовательно, шаг за шагом авиакомпания возвращалась к жизни, и я оцениваю менеджмент авиакомпанию ИТР как, ну, как выдающийся, там, все-таки мы говорим о том, что за короткий промежуток времени из регионального перевозчика, который действительно обслуживал только местное население, да, и нефтянку, авиакомпания ИТР превратилась в монстра просто, да, который захватил рынок региональных перевозок в нашей стране. И в каждом городе, практически в каждом городе самолеты ИТР можно было встретить. Ну, и можно встретить до всех пор. А потом, ну, конечно, Андрей Зармена чего-то никогда не скажет публично, но, получается, российское государство уже во второй раз делает большущую подножку ИТРу. Сначала в 2014 году, когда, обрушив курс рубля всеми этими событиями, просто ИТР оказался не способен толком платить по лизинговым платежам, которые были в валюте. А теперь сейчас еще вот это вот все. Ну, я с тобой соглашусь, вообще, как бы, вся история авиакомпании ИТР – это какая-то сплошная непрерывная драма, да, то есть только, только она выйдет из кризиса одного, так ей устраивают новый кризис героическими усилиями, она и этот кризис каким-то образом переживает, и новый кризис, то есть это очень тяжелая ситуация. Конечно, большую роль в спасении ИТРа играла не раз компания «Сургутнефтегаз», но, опять-таки, она владеет ИТРом, и почему бы ей не помогать собственному предприятию. Это все логично. Нелогично то, что выстроить долгосрочную, да и уже и краткосрочную стратегию развития становится сегодня в России чрезвычайно трудно, если не сказать вообще невозможно. Мы вот смотрим сейчас, что происходит с государственной компанией «Победа», и мы понимаем, что, видимо, каких-то готовых решений для выхода из кризиса авиаотрасли не существует. Что произойдет очень скоро о речи о месяцах, когда кончатся запчасти? Вот даже трудно предположить. Судя по тем аналитическим высказываниям специалистов-экономистов и специалистов авиационной отрасли, ничего хорошего не произойдет. Самолеты в небе будут летать, пригодных для полетов, все меньше, все больше самолетов будет стоять на земле. Видимо, эти самолеты будут разбираться на запчасти, чтобы поддерживать тех, кто еще может летать. И весь рынок, он просто грохнется, конечно. Ведь рынок гигантский, помимо того, что большинство авиакомпаний обновили авиапарки свои, они инвестировали фантастические средства в персонал, в обучение персонала, которые просто сейчас не нужны, получается. Высококвалифицированные люди остаются без работы, со знанием двух и больше языков. Где они будут работать, на чем они будут летать. Востребованы ли они? Пилоты, да, может быть, улетят в Китай. У нас там есть такой тренд, что российские пилоты в Китае востребованы. Но тут надо им только пожелать удачи в этом плане. Ну, хорошо. Если это кого-то обнадеживает, что российские пилоты улетают в Китай, ну, давайте порадуемся. Они, по крайней мере, работу не потеряют, а на улице не окажутся. Хорошо. Вот что важно. Спасибо, спасибо Китаю. Вот, спасибо. То есть, пересесть на российский самолет невозможно, я так понимаю, их просто не осталось. Одна же мне тот же Андрей Зарманович Мартиросов рассказал интересную, полуанекдотическую такую историю. Вот только-только, это был этап, когда они только-только пересаживались на первые Боинги. Боинги были тогда там подержанные, старые, как бы, вот они осваивали новую технику. Но, и там была такая история, что, да, чем там любая 134-я тушка хуже Боинга? Она надежна, там как бы, там все на ручном управлении, да, это несовременно, ну, как надежно? И, в общем, история такая, да, какая-то летит тушка, еще в советские годы, это не важно, это к ЮТР, может быть, и не относится. И вдруг у нее перестает работать рулевое управление, да, вот. И что делать? То есть, она может лететь только прямо, но не бесконечно, как мы догадываемся. И пилоты, они начали обследовать самолет там как-то. А там тяга, там механическая тяга от штурвала, значит, туда к хвосту на тросах. Вот под полом всего салона, там идут тросы, и вот так вот тянешь налево, направо, ну, все, как-то срабатывает. Вот, и выяснилось, что у них где-то произошла вот в этом, вот в нижнем отсеке, там, где технические все отсеки, грузовые, то ли разгерметизация, ну, то ли что-то, в общем, там образовалась минусовая температура, такая, как за бортом почти, да. И в одном месте кусок льда просто сцепил вот эти тросы, да, и не позволял никак управлять самолетом через штурвал. Все, что делает русский летчик? Он берет топор, вот ледоруб настоящий, да, и там, значит, у них какой-то лючок, как-то они это все вскрыли, и они просто разбили вот этот вот кусок льда. Самолет был, в общем-то, восстановлен и благополучно долетел до места назначения. Понятно, что эти истории можно рассказывать в качестве уже юмора, потому что после них нет большого желания, да, садиться как-то в самолет и вот летать над просторами нашей Родины. Какой может быть выход вот из этой ситуации? Я вот многое читаю, я действительно не представляю, как без отмены санкций можно восстановить рынок авиаперевозок. И даже если произойдет чудо, и эти санкции будут отменены по какой-то причине, завтра же, да, рынок восстановится, я не знаю, когда. Ему нужно будет годы, наверное, все-таки. Ну, год, там еще что-то. Я же еще забыл перечислить, помимо инвестиций, да, авиакомпании в персонал, там, в технику, а в стране построено много новых хабов, много новых аэропортов, которые сейчас просто стоят пустые, они не отбивают инвестиции. Один аэропорт Шереметьево со всеми его новыми терминалами, он просто стоит пустой, там, работа, помню, сейчас один. Да, один терминал, по-моему, работает. Вот, из шести, то есть это же катастрофа экономическая для инвесторов. Ну, вот высказывается предположение, что Россия может запустить на свой внутренний авиарынок какие-то иностранные компании авиационные, которые под видом, скажем так, организации туристических чартеров могут начинать строить и внутрирегиональную такую маршрутную сеть, да, ну, какой-то там, Вьетнам, там, Эмираты, сербы, Монголия. Ну, китайцы, может, прилетят. Китай тот же, да, допустим, как будто бы он собирает туристов на какие-то моря далекие, но летит не из Краснодара, там, или из Красноярска, а летит там, как воздушный трамвай, там, я не знаю, там, Москва, Екатеринбург, Сургут, Иркутск и по цепочке. Может быть, будет так, может быть, в этом есть хоть какое-то спасение внутренних авиаперевозок, потому что без работающих авиакомпаний российских, без самолетов люди перестанут перемещаться по стране. А учитывая то обстоятельство, что в стране нет ни одного автобана, соединяющего ее с запада на восток, с севера на юг, учитывая то, что у нас одна единственная железнодорожная магистраль, в общем-то, да, такая сквозная, как бы, которая не справится с таким потоком, да, она и не приспособлена, наверное, к тому, чтобы столько людей перевозить. Ну, кстати, те же Сапсаны скоро тоже перестанут ходить, если что, так. У них тоже, им тоже не будет хватать комплектующих, там, поэтому там, условно, Москва, Питер, надо будет ехать на каком-нибудь старом советском поезде, в котором дырка спала. Она поедет, а может быть, даже не электричку, а там, тепловоз и вперед, вот, дизельный. Ну, может быть, это будет так, как бы, но это, конечно, снижает скорость перемещения, это снижает качество перевозок, это… И повышает стоимость, кстати говоря. Повышает стоимость, ломает логистику и все вытекающие. То есть, может быть, как вариант, действительно, мы теперь будем летать там из Сургута в Москву, как Turkish Airlines, вот, что не худший вариант, но это все может быть, да. Мы не знаем, как даже эти страны, не входящие в Евросоюз, отреагируют на такую возможность. Мы этого просто не знаем, предположить не можем. Да, ну что ж, мы, конечно, надеемся, что все это у нас закончится и с точки зрения тех главных событий, которые все это дело запустили, и все эти цепочки доминошек падающих. Вот, и что получится, и у ЮТурируя всех остальных авиакомпаний это все дело пережить, сохранить персонал, сохранить качество и вернуться к работе в ближайшее время в полном объеме. Ну, еще хочется надеяться на то, что, как бы, все-таки менеджерские таланты и Андрея Зарменовича Мартиросова, и всей команды, управляющей авиакомпанией ИТР, да и всеми российскими компаниями, найдут какой-то выход из этой, ну, просто уникальной ситуации. Да. Ну что ж, подписывайтесь на наш ЮТуб-канал, на наш Телеграм-канал, читайте на себя прессе расшифровку этого нашего разговора, и до новых встреч, через неделю снова поговорим, всем до свидания. Спасибо всем, друзья, всем пока.